Собирай всех, начнём совет. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йена кружит крепость магическим барьером. Им придётся телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие губки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Я пойду с вами. Всегда легче выйти на врага, чем ждать. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам две меритовые бомбы. Ты формулу-то ещё помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарвётесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдёт не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придётся отступить к воротам крепости. Внутренний двор — последняя линия обороны. Если не остановим их, здесь всё кончено. Самое главное для нас, Цири, — это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать её любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придём к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовища? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадёт огненный шар. Это так, на всякий случай. Что ещё у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольями. Я привёз махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придёт нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек. Но мне понадобится всё оборудование в лаборатории. Нас мало, так что ловушек нам понадобится как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры. Иначе осада может быстро закончиться. Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то ещё. Ну, всё обсудим. Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведём итоги. Йеннифер создаёт магический барьер и задерживает первый удар. Она тесняет всадников в лес. Сейчас Геррид, Ландерт и Лето ждут в лесу. При помощи Двимерита они будут закрывать порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников попало в крепость. Трис ждёт сигнала. И по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто всё-таки проникнет за стены. Если что-то пойдёт не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим всё в деталях.